Сначала я расскажу про этих птиц, которые в прошлом году были помечены передатчиками. Было установлено в Можайском районе 10 передатчиков. Соответственно, за этими птицами мы постоянно следили. На данный момент сигналы более-менее постоянно приходят только от 4 птиц. То есть 5 птиц, судя по всему, точно погибли. Со мной птице пока непонятно что. Потому что она и до этого иногда пропадала на месяц. Возможно, сбор оборудования. А за последнюю неделю только 3 птицы каждый день выходят на связь. И эти птицы уже движутся в сторону. Самая ближняя сейчас долетела до Турции. Сегодня я смотрел перед тем, как сюда идти. Она сейчас движется в сторону Стамбула. Еще одна птица находится сейчас в Сирии. То есть она уже пролетела Израиль, пролетела Ливан. И еще одна птица находится в Египте. Находится недалеко от этого печально известного города Освона, где в прошлом году осенью был арестован полицией французский аист с передатчиком. И в течение этой недели он содержался в клетке, пока выясняли назначение передатчиков. Но это аист из Франции. У них своя программа мечения. Но в итоге аиста отпустили. То есть арестовали его по наводке местного рыбака, который увидел птицу со странным приспособлением. Он сразу позвонил в полицию, как они его ловили. Историю умалчивает. Живьем полицей? Да, живьем, да. Показания нужно было выбивать. А наше упомянули страны. Да даже не надо страны, но три года. А по поводу 7-го международного учета, очень интересно было бы знать информацию о занятости гнезд во внеучетный период. То есть это не когда считаем птенцов, а вот именно весной. Потому что в начале июля, когда едешь, и гнездо брошено, уже непонятно, была там весной пара, то есть посещалось оно или нет. То есть хорошо было бы знать вот эту информацию для того, чтобы знать процент неудачного гнездования. Мы призываем всех, у кого есть возможность, вот сейчас вот именно в начале, посмотреть эти гнезда, присылать нам информацию. Все адреса, все контакты есть на сайте программы Птицы Москвы и Подмосковья в разделе мониторинга Белого Аиста. А как что смотреть, кто-то просто был везде? Просто посещалось все гнездо, были ли пары. Максим, а скажите, нет ли какого-то смысла, условно говоря, поделить территорию, чтобы не было так, что по Новой Риге или еще где-то ездят все, а на юг Можайского района никто не заехал, если это все хаотично? Нет, ну а как поделить? Просто есть несколько человек, которые ездят и смотрят. Или вы и так знаете, что, скажем, Сергей Львович в Нарфаминском районе посмотрит, да? Сергей Львович можно послать куда подальше, вот в чем дело. Я нехорошо понимаю, что он такой. Нет, ну все равно, значит, надо посылать, да, а не в хаотичном, при хаотичном движении, значит, ваших электронов, да, получается, что в одном месте густо, а в другом никто не посмотрит. Да, безусловно так. Или, может быть, будет видно, что, скажем, я не знаю, может быть, можно наладить систему, при которой видно, что вот тут нашли, тут нашли, ну, морской бой, да, клеточки закрыли, здесь были, 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 а вот тут еще не были. Или это слишком напряженно выставлять на сайте все время? Про осмотр весной сейчас говорите? Весной, да, весной. Ну и то же самое потом, когда с птенцами. Я так понимаю, что с птенцами вы готовы сами объехать все и все, да, и тут… Практически все, да. Да, да. Это очень зажигает всех остальных и частных. Всегда приятно подождать. Понятно. Ну, смотрите… Мне кажется, смысла нет, потому что весной все ездят по каким-то одним маршрутам, то есть это Карачарова, Поля, Алташинский рыбхоз, поэтому гнезды смотрятся одни и те же. Вот я про это и говорю, что, может быть, как-то сделать так, чтобы люди понимали, что в Карачарово уже все равно посмотрят, а там по Шаховскому району проехать с севера на юг никто не собирается. Ну, подумайте. Вот сейчас можно сказать, что в Карачарово Алташино уже все посмотрели и не раз. Понятно, да, понятно. А другие районы. Я поэтому и говорю, что у кого есть возможность, кому интересно, то было бы неплохо проехаться и посмотреть. Я не знаю, как-то изменимся. Надеюсь, как в прошлые годы это все достаточно терапивно засветило, что видно, где уже кто был, и куда она сидит. Если такая необходимость есть, мы сегодня-завтра можем сделать такую табличку, местами рассмотрим. В прошлом году это не так было оперативно, а по запросу это было практически сразу видно. Где-то, кто-то, когда-то. То есть, ну, где дальше, чем несколько дней. Ну, в зависимости от ситуации, я думаю, что там. Ну, идея понятна, мы тогда буквально сегодня-завтра сделаем таблюску на 2014 год. Максим, ну, пойдите. Скажите, вы нам рассказали о том, что до сих пор можно проследить трех АЭСов из тех десяти, которых радиопередатчики отметили в прошлом году. А насколько далеко по времени удалось проследить судьбу остальных? Осенью. Которые погибли. А, ну, самый первый погиб в середине августа. Так они остальные погибли, это известно? Или кончил сразу передача? Нет. Пять, скорее всего, точно погибли. Вот. Потому что один погиб точно, он погиб на Украине, на ЛЭН. Вот. На Санцзмурке? Нет, нет, это на Украине, на пролёте. Вот. Потому что потом передачи забрали, получился получение. Вот. А другие птицы, вот, к примеру, два передачи, они передают, но они в чаде находятся где-то на грани деревни. То есть, скорее всего, в чаде, на грани деревни. То есть, скорее всего, птицы там были просто или убиты, или они там погибли. Соответственно, эти передачи были подобраны. Вот. Там снимки хорошего разрешения. Один передачик такое ощущение, что угородина заболевеся. Вот. А, ну, ещё по трём птицам, ну, вернее, по двум. Скорее всего, они погибли, потому что передачи сейчас уже давно не работают. Но перед тем, как перестать передавать, они горят в течение месяца, там, ну, в трёх недель. Сигнал идёт из одной точки. Скорее всего, птицы лежат. Дело в том, что раньше, когда колесовали копцами с специальными заночками, то было показано, что какие-то птицы летят через Испанию, в Пирене, ну, в Павловске оттуда-то, летят тем мысом, а другие летят ближней Малой Азии, через Египет, через Турцию, Египет и на юг. И, как ни странно, два этих потока остаются на зимовку на широте озера Чад. Хотя и вот Восточная Африка и Западная Африка. И вот удивительно, пускай передачик висит на заборе, может быть, но факт таков, что туда его на забор привёз Аист. Ага. Ну, согласны ли? Вот, кстати, она избралась, ну, его, то есть она где-то полтора месяца продавала. Я просто с ним поножду. Сейчас эта птица... Сейчас эта птица... Она не хочет возвращаться, да? Нет, сейчас эта птица в Сирии. То есть она... В Сирии. Она возвращается? Да. Журнал опять. Марсин, всё очень коротко. Где-то месяц назад, то ли в Live News, то ли в рассылке было, что сдохли в феврале все лягушки и аисты все улетят. Что там случилось? Ну, да. Везде? То есть сейчас они аисты... Есть с тем, что есть? Ну, вообще, по тому, как лягушки поют... А, лень, да. То есть сдохли на родине? А, и... Ну, это было сообщение от человека... Здесь есть аисты? Он устанавливал... Вот он прошлой осенью ставил столб с целью привлечения айти. Вот. Он постоянно живёт на даче, у него там огромный пруд, где-то 10 на 20 метров, наверное. Вот он говорил про своих лягушек, которые проснулись в начале февраля, когда была вот теперь. Ну, а так, в принципе, это сейчас снивелировалось, да? Что нет такой опасности, что они все улетят. Ну, я знаю. Ну, хорошо. Всё, всё, всё. Если бы была, то ему сказали. Я вот... А, наверное, очень мало людей, которые считают лягушек... А тот лёд, он не собрал лёд. Он один, который на это посмотрел и сообщил. Если бы у нас было 120 человек хотя бы на Московской области, можно было бы что-то сказать. Нет, ну, если так лежать, трупы, наверное, бить. Вот еще один маленький прудишек. А там лягушек, не знаю, как они называются, вот они коричневые, например, разные. Все... От икры очень много. Все живы. Ну, я не знаю. Там остромордые были в прошлом году. Остромордые в прошлом году были. Голубые. Самцы такие? Голубые. Все коричневые. Траминальные. Ну, просто я вспомнил. То есть, эти лягушки ждут аиста. Все в порядке. Ну, вообще, вот в прошлом году в пруду мы ездили за Оху. Там уже их довольно много плавало. В Белгородской области там лягушка вот так вот сейчас. Орут со страшной силой. Лягушка пошла. Там не только уже лягушки, там и жерлянки, там и эти самые, и чесночницы. Там кого только нет. Уже и полно. Хорошо. Давайте я тогда завершу кусок, который был посвящен таким образом белому аисту. И скажу еще одно слово о том, что вот я был в Стамбуле в самых последних числах марта, ну там с 21 по 26. И это северная Турция, понятно, да, юг Черного моря. Вот уже тогда там было ну просто гигантское количество белых аистов, которых можно было в одной стае насчитать там до двух тысяч примерно. Там видимо такой какой-то коридор пролет. И уже тогда там были ну многие-многие тысячи. А наши все еще до Сирии только добрались. Вот это вот страшно занятно. То есть вот это громадное количество аистов где-то распределяется может быть южнее, чем там Московская область. Потому что мы все-таки почти на краю ряда. А вот Максим Факулары сказал, что просто наши молодые, потому что торопятся те, которым надо нестись, а эти такие халявщики все равно в этом году не не нестись. Поэтому они может отстали. Да, да, все, логично, согласен. Точно театрозитет, да. Слово халявщики было. Хорошо, тогда мы все-таки возвращаемся к программе и Иван Неслуховский, поскольку подъехал. Подожди, я эту картинку открыла. Зачем? Ну, у нас будет полная чехарда, да. Потом помошел, все, я думала ты переходишь в полный максимум. Я забыл сказать. Иван, у вас есть кто-то, да? Поднимался вопрос по поводу можно ли со спутниковых снимков рассмотреть гнев. Мы когда смотрели за испанскими аистами и за аистами из Западной Германии, один из них зимовал в Каталонии. У нас там, видимо, качество получше, чем у нас. Там замечательно просматривались гнезда на каких-то исторических зданиях. А потому что это НАТО там, а нам они не дают сюда. Я еще раз подчеркиваю, что очень приятно, когда в коллективе весь дипланирован... А, кстати... В Паталоне и наши друзья, да? Нет, нет, надо попросить через манимайзер зайти. Нет, я думаю, они по-русски МАИПи просто не дают хороших картин. В серии ответ-катери уже задать можно. То есть надо попросить НАТО, чтобы они сообщили, где у нас гнезда. Да лучше Шайгу попросить, он тоже может поймать. У него пока попросить? Он может и может, а тут не дадюйся. Я сейчас прерваю только так. Да? А Шайгу остается. Вот не успели-то вовремя. И что, у нас с Каталонией все в порядке? Хорошо. Хорошо. Хорошо.